Не надо следить за тратами, надо себе позволять все, а просто больше работать, больше зарабатывать, то вы рано или поздно придете к выгоранию. То есть все ваши усилия по сути они тщетны, бессмысленны, потому что вы как белка в колесе, да вы типа быстрее бежите, да колесо быстрее вращается, но куда это все уходит? Растворяется в тот же месяц до следующей зарплаты, в итоге вы свою жизнь, свои усилия, время свое кладете под ноги тому, от чего вообще не остается даже пепла. Не нужно быть такой белкой, а для этого перестаньте носить воду в дырявом ветре. Следующий очень важный пунктик, если вы что-то решили менять, это иметь цель, это обязательно, потому что если у вас нет по жизни цели, вы такие знаете, ну хорошо мне сегодня живется, ну ладно. Вы похожи на амебу, как нас учили на финансовых курсах, то что амеба она вот действует согласно инстинктов, то есть если ее там заносит все по водичку, она начинает там балдеть, размножаться, пухнуть, не знаю что там еще с ней, ну кайфовать наверное, да, все у нее хорошо, она в хорошей среде обитания. Если ее там в какую-нибудь грязную, холодную водичку поместить, у нее начинается стресс, она охерит, уменьшается, не размножается, ну в общем все очень предсказуемо. Человек конечно тоже во многом определяется инстинктами, но правда в том, что вы можете их контролировать, ну некоторые во всяком случае и корректировать. Соответственно не нужно по жизни быть амебой, которая вот просто, знаете, болтается, как не пойми, что в проруби, которая вот, ну занесло, ударила бережок, ну поплыву синяком дальше, ну вынесла на пляж, ну погреюсь пока я здесь, унесло волной, ну посмотрим, что там дальше со мной будет. То есть вообще не парится, его куда-то несет, его в принципе одновременно все устраивает и тут же ничего не устраивает, потому что он не знает, что он от жизни хочет. Нужно обязательно иметь цель, к которой вы будете стремиться, это поможет стимулировать желание откладывать деньги, контролировать свои финансовые траты и вы сами не заметите, как у вас появятся новые возможности для того, чтобы эту финансовую цель поскорее достигнуть. Например, опять-таки мы, потому что я еще какое-то время назад ни за что бы не поверила, что мы в перспективе, да, вот там нескольких месяцев можем переехать в свою трехкомнатную квартиру. Для меня это была мечта, которая максимум там реализуется через лет 10 и не раньше. Но мы записали эту цель, рассчитали, сколько нужно денег для ее реализации, да, сколько каждый месяц нужно откладывать из бюджета, либо как увеличить доходы, чтобы поскорее ее достигнуть и в итоге, ба-бам, не прошло двух лет и вот она. Также основополагающий принцип это то, что нужно всегда начинать с того, чтобы платить себе. То есть, когда вы получаете зарплату, идете ее тринкать направо и налево на очень нужные вещи, вы платите всем, кто вам встречается на пути. Сапожнику там какого-то, который вам чинит каблучки, парикмахеру за то, что он вам подстрекончик, и косметологу за то, что он покопался у вас в коже. В итоге все ваши денежки уходят на оплату чужого труда, чужих услуг. А что остается вам? Скорее всего, ничего, если вы не откладываете деньги, это неправильно. Обязательно нужно платить себе хотя бы 10%. Это золотой минимум. Если можно больше, то замечательно. И пускай эти деньги множатся и работают, а не лежат под матрасом. У меня в комментариях попадается достаточно много людей, которые искренне уверены, что не нужно никуда нести деньги. Вот дома им самое место, в ящичке, там подпирая ножку кровати, в лифчике, в бачке унитазика и прочее. Мало того, что в таком виде они подвержены грабителям, пожарам, землетрясениям, ну в общем всяким катаклизмам домашним, да, и заканчивая тем, что их жрет инфляция. Это вообще неотвратимо, и то, что случается с каждыми деньгами, которые лежат дома. То есть инфляция понижает покупательную способность ваших денег ежедневно. Если вы вчера могли на них купить определенное количество продуктов, то у нас цены повышаются чуть ли не раз в неделю. И когда у вас деньги месяцами лежат дома, то они просто тают на глазах, и вы уже через год, извините, с сегодняшним темпом на них сможете купить в два раза меньше, чем могли год назад. Это хоть как-то компенсировать может банковский вклад. То есть когда вы несете деньги, вам допустим платят 12-15% годовых, это хотя бы официальную инфляцию компенсирует. То есть денежки у вас не уменьшаются безнадежно, а к ним еще что-то прибавляется. Если процент хороший, то в целом можно даже с опережением инфляции идти. Не стоит бояться, потому что вклады застрахованы до 1 миллиона 400 тысяч рублей государством. То есть если банк даже лопнет, разорится, что-то у него там произойдет, отзовут лицензию, то вам страховая АСВ, что-то в общем страховая какая-то организация, она возвращает ваш вклад, если он до 1 миллиона 400 рублей. Если, соответственно, у вас больше денег, вы можете раскидывать просто по разным банкам и таким образом распределяете риски. Если вы уж совсем не доверяете государству, то можно хранить деньги в банковской ячейке. Я тоже слышала, что это не 100% способ гарантировать их сохранность, но во всяком случае это лучше, чем хранить у дома, куда в целом может зайти с отмычка любой умеющий, желающий. Также есть для приумножения денег другие инструменты, я о них снимала видео, также, например, валюта, паевые инвестиционные фонды, обезличенные металлические счета. Не буду вдаваться в подробности, скажу только то, что у меня все эти инструменты выгорели в минус. То есть, несмотря на то, что я, в принципе, знаю, как они работают, что надо покупать на минимуме, когда график внизу, и все это очень дешево, потом это растет, и ты продаешь на максимуме. У меня получалось так, что когда... У меня что-то попало в глаз. У меня получалось так, что когда график растет вверх, я вся такая в кураже, думаю, вау, какая я молодец, я все угадала. И, в общем, я сижу, жду, когда он еще будет расти. В итоге он достигает пика, начинает снижать, а я думаю, нет, сейчас будет отскок еще выше. И, в общем, я дождалась того, что у меня все упало ниже закупочной цены, и мне пришлось все это дело продать, оказавшись в убытке. То же самое было с покупками по обезличенным металлическим счетам золота и серебра. Золото в итоге я там создала чуть ли не 5 лет, оно вышло в ноль после просадки, и серебро я продала тоже на минусе. Ну, в общем, так можно про все рассказывать, поэтому я пришла к поводу, что самый оптимальный способ, особенно для эмоциональных барышень, для тех, у кого не стальные орешки, это вклады. Потому что у вас спускание огромное, но гарантированная доходность, вам не нужно постоянно сидеть, отслеживать новости, трястись от того, что график пошел вниз, и судорожно все продавать в убыток себе. Следующий очень важный пунктик, с которого стоит начать, это стабилизационный фонд. Если вы не начинали откладывать деньги, не знаете, собственно, как к этому всему подобраться, то стоит задуматься, что будет, если вы вдруг перестанете на пару-тройку месяцев работать. У большинства людей, у которых нет накоплений, они, скорее всего, будут вынуждены брать кредит под любые проценты, занимать у знакомых, и не факт, что дадут, да, ну и так далее, то есть уже попадают в зависимое положение. Поэтому по классике считается, что обязательно у любого здравомыслящего человека должен быть загашник, то есть запас денег, которого хватило бы на 3-6 месяцев существования без работы, чтобы вдруг, если мало ли какие ситуации в жизни бывают, вы могли оттуда безболезненно брать денежки, пока ищите другие источники дохода. В идеале, конечно, у продвинутых финансистов всегда есть пассивные источники дохода, например, проценты по вкладам, те же, когда на вкладе лежит существенная сумма, так что ежемесячно им уже платит банк проценты, и этих денег, в принципе, хватит на то, чтобы не работать. Либо есть квартира, которая сдается, то есть даже если вдруг они лишаются источника дохода, либо вообще захотят отойти от дел и поехать на белый песок, синее море, просто отдыхать, получать удовольствие, то у них есть источники денег, которым позволят это сделать. Это, конечно, уже, знаете, высший пилотаж, к которому, мне кажется, надо стремиться, это классно. Даже если вы не перестаете работать, то все равно это очень греет, что у вас всегда в запасе есть денежки, на которые вы можете реализовать свои мечты, поменять работу на любимую, меньше работать, больше путешествовать, больше времени с семьей проводить, а не пахать, как лошадь, потому что иначе вы не проживете. Еще хотела бы отметить такой момент, что очень многие люди, когда их доходы растут, начинают на радостях накупать пассивы, то есть объекты, которые не приносят им дополнительных денег, не помогают еще больше приумножать доходы, а наоборот жрут эти деньги, требуют дополнительных затрат, обслуживания и прочее, прочее. Самый распространенный пример это обновление постоянно гаджетов на новые, крутые, хотя старые, они еще вообще не начинают глючить, они еще тоже модные, но вот просто выходит новая модель, и опачки, да, она более дорогая, но я же там должен понтануться перед соседями, поэтому иду и покупаю. Либо еще более такой яркий пример это покупка машины, когда покупают машины, которые требуют чуть ли не, там, не знаю, 70% зарплаты на нее тратить, потому что она обалденно дорога в обслуживании, она ест очень много бензина, ее надо где-то хранить там и прочее, прочее. В итоге человек фактически вместо того, чтобы реально как-то улучшать условия жизни, в каких-то глобальных вещах, он просто постоянно загоняет себя в ту же самую кабалу и фактически остается на одном и том же финансовом уровне, потому что по факту денег у него не прибавляется вообще, и он обрастает просто дорогими игрушками, которые пожирают его доход, и потом на них плашет годами до самой пенсии. Хорошо научиться этого избегать и постараться свои денежки вкладывать в активы, какие-то вещи, которые приносят вам деньги, помогают вам в осуществлении вашей мечты, в том, чтобы глобально повысить уровень жизни, а не просто наоборот заставляют вас больше работать на них. Вот и все, что я вам хотела рассказать. Очень-очень надеюсь, что вам было интересно. Обязательно оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание. Всех целуем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok